добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос действительно ли время бежит быстрее чем в прошлом до существует такая теория существование вещества хронара можете почитать на просторах интернета много в этом пишется что в юности этого вещества в организме много в старости его мало и связи с этим там в старости быстрее но честно говоря я думаю в юности и старости физиологические способности организма и так очень разнятся друг от друга и поэтому искать дополнительные какие-то вещества которые изменяют наше бытие смысла то нету вы попробуйте человека оставить в темной комнате без звука света возможности читать или что-то делать на некоторое время думаю что через некоторое время которые можно уделить сну например вы начнете испытывать состояние которое если продолжится в перспективе неделя превратиться для вас в ад и причем вряд ли это будет зависеть от возраста и в юности и старости это состояние придет тому что вы начнете на стенки лезть вот первое понимание первое вообще такие мысли об изменении времени мы встречаем апостола матфея когда он говорит о том какие придут в конце последние времена говорит что будет великая скорбь какой не было от начала мира и не будет и бы если не сократились те дни то не спасла ж бы никакая плоть а сокращение дней можно говорить долго но думаю что для любого человека жизнь с богом она в любом состоянии будет радостно вспомните наших святых вспомните святителя луку которого посадили в тюрьму и кто-нибудь его бы в тот момент спросил счастлив ли ты я не думаю что он бы ответил что-то другое потому что наличие проблем которые вокруг него валяться на его голову пачками она не отделяла его от бога когда человек живет с богом и время его длинное ли и короткое ли она вообще не имеет значения потому что вообще само понятие времени существует у кого посмотрите у животных существует понятие времени нет не существует только человек способен такие градации для себя сам устанавливать но бог существует или во времени и существует ли для него быстрое время или короткое время те категории которыми руководствуется по ту сторону бытия они описываются только одним словом вечности и поэтому быстрее ли она идет как в кинотеатре или медленнее как в ожидании троллейбуса в морозный день зависит родные мои только от одного находимся мы в или нет если мы с богом в вечности то наличие этой земной жизни и той они соединяются и образуют одно бытие поэтому и умирать то не страшно в вечности и жить страшно без вечности и тогда точно сократятся дни потому что вспомните как умирали наши великие грешники вспомнить почитайте если кто-то подзабыл как умирали великие грешники посмотрите чего они хотели перед смертью о чем они кричали поэтому жизнь без бога вечность только черно и жизнь богом время которое никогда не изменится не сократится а будет одно помоги господи аминь